Про то, что фекалий не тонут, жители одного из домов по улице 15 лет октября знают не понаслышке, а из личного опыта. То, что люди спускают в унитаз, скапливается в подвале их дома и никак не хочет уходить. Канализационные трубы в доме практически гнилые. Не проходят нечистоты канализацию на этих стояках. Это сосредоточенный то ли здесь завал, потому что поступление воды с канализации проходит из стояков, и она вот здесь вышла, выход сделала сзади, и дальше стоит в этом самом, оттуда текет по коридору аж до третьего подъезда. Весь подвал залит зловонными водами, терпкий аромат добрался уже и до квартир. В помещение, как рассказывают жители этого дома, стало просто нечем дышать. С сыростью пропитано абсолютно все вокруг. Кажется, дом весь мокрый насквозь. От обилия влаги в большей степени страдают жители нижних этажей. Заработала себе болезнь астму, инфизиму легких и вообще обструктивные бронхиты, и все на свете, все, что можно, все собрала, все болезни собрала. Когда лежала в пульмонологии, врач сразу спросил, вы на первом этаже живете? Я говорю, да, она говорит, у вас так, если у вас в таком состоянии, я говорю, у нас там постоянно вода, постоянно гниет все, и она говорит, ну вам не выправиться никогда. Тревогу жители забили несколько лет назад, когда впервые почувствовали неприятные запахи в подъезде и в своих квартирах. Стали регулярно обивать пороги управляющей компании МУП УКДС. Сотни исписанных жалобами бумаг, но никакого ремонта. Управляющая компания так и не поспешила произвести в доме замену канализационных труб. Как отмечают жильцы, вздохнуть свободно они могут лишь летом. Зимой без конца пар идет, вот все кругом обмерзает, здесь пар, пар этот и выходит и на окна, и на все, и невозможно ни форточку не открыть, ничего. Ну невозможно просто находиться в квартире. Летом хоть уходишь из квартиры и сидишь на улице. Сырость не только выживает из дома людей, но и негативно сказывается на самом здании. Вода в подвале подмывает фундамент, по стенам в некоторых местах уже пошли трещины. За такие условия существования люди исправно платят по счетам, но никто не спешит протянуть им руку помощи. Приходят слесаря, откроют, здесь значит чисто, там вода. Чем-нибудь пробьют, немножко сошло сюда, но там-то она набирается опять, она никуда не уходит. Все, больше мы ничего не можем вам сделать. Управляющая компания работает, я сколько с ними прихожу, я уже пробовал все методы. И по-хорошему, и ругаться, и нажимать на них, и все. Деньги-то берете, так хоть делайте хоть что-нибудь. О плачевном состоянии коммуникации в доме в управляющей компании наслышаны. И там отмечают, что неисправность сетей канализации возникла из-за того, что трубы постоянно подмывают ливневые воды. Проспект Победы всегда являлся неблагобудочным местом в плане подтопления подвальных помещений. Значит, это связано с тем, что, во-первых, ряд домов находится ниже уровня самого проспекта. То есть, постоянно происходит подтопление. Кроме того, в настоящий момент подтопления явилось причиной ненадлежащей работы Тверь-водоканала по очистке дренажных колодцев. С нашей стороны в адрес водоканала было два обращения. До настоящего времени никаких мер с их стороны не принято. Но, как я сказал, система все равно не в удовлетворительном состоянии. И чтобы исключить нашу ответственность, мы заменим эти трубы. Почему нельзя было избавить людей хотя бы от фекальных проблем, раньше остается загадкой. Ведь обращались люди в управляющую компанию не единожды. Сейчас, как заверил Владимир Левкин, ситуация будет взята на контроль. Проблемный участок, где в большей степени изношены трубы канализации, директор управляющей компании обещал нашему телеканалу заменить еще на прошлой неделе. Но, как сообщили жители, ситуация и на этой неделе с мертвой точки так и не сдвинулась. Елена Михайлова, Максим Андреев, РЕН-ТВ-Пилот.